Ну, как всегда, по понедельникам мы встречаемся в звуке. Я Татьяна Фомичева, автор проекта «Кристаллософия». Ну, и так, мы встречаемся вокруг кристального календаря каждый понедельник. И сначала я рассказываю чуть-чуть про тенденции энергетические, по сути дела, кристального света, который сейчас есть в пространстве, который доступен нам всем. И потом мы синхронизируемся в звуке кристальных чаш. И неделю я назвала вот на самом деле такое воодушевляющее название «Погружение в счастье». Вот «Погружение в счастье». Ну, на самом деле, это выглядит, звучит так, это заманчиво, красиво. Но на самом деле, если спросить каждого человека, то, естественно, у каждого наборчик, который можно считать счастьем, будет свой. И каждый человек будет по-разному трактовать свое счастье и чувствовать погружение в счастье. Так вот, тема такая, ну, достаточно непростая. И если говорить о том, что сегодня у нас случится между понедельником и вторником новолуние, и эта новолуние, ну, как всегда, открывает некий новый период, не только это, а вообще, и я выставила, кстати, поторопилась расшифровку камней выложить, но выставила каменный тест, и вы все выбирали камешки и видели, какое послание от камешка. И если вы помните общую картинку, то, по сути дела, для этого периода, который я назвала «Погружение в счастье», как раз-таки таких вот каких-то страстных камешков и не хватает. Там не хватает ярких цветов, зато там есть три аметиста. И это, ну, тоже некоторая такая характеристика этого периода, потому что погружение в счастье, но мы его будем вот как бы для себя определять не так, как обычно. Мы будем это счастье чувствовать иначе, мы будем его чувствовать как некое божественное просветление. Мы погружаемся на этой неделе и дальше, не обязательно, что только вот эти семь дней, да, погружаемся в осознание и вот в состояние счастья, такого счастья, которое, ну, скажем так, космическое, которое позволяет почувствовать себя вполне божественно, вполне удовлетворенно. И это счастье без условностей, без каких-то сносочек там на что-то, на наличие прекрасных отношений или больших денежных подарков, да. Вот мы можем чувствовать это счастье только от того, что я живу, я существую, я есть, и Вселенная меня в это счастье будет окунать, окунать и окунать. Для того, чтобы я вот это вот свое состояние счастья в каждом моменте научилась ощущать. И знаете, вот многие люди думают о том, чтобы жить долго, да, чтобы прожить то и дальше. И мы все знаем, что Вселенная нам позволяет, вернее, не позволяет, а что энергетически открывает эту опцию, что можно жить дольше, детей можно рожать позже. И у нас как бы вот линия жизни удлинилась. И удлинилась, несмотря ни на что, ни на плохое питание, ни на плохую медицину, ни на плохую экологию. Тем не менее, она все равно удлиняется. И это потому, что это от нас зависит, от того, как мы эту линию жизни и как мы вообще саму жизнь воспринимаем. Добрый вечер всем, кто только сейчас присоединился. Я Татьяна Афамичева, автор проекта «Кристаллософия». И мы разговариваем о счастье, о погружении в счастье. Так вот, момент того, что мы привыкли испытывать счастье вопреки обстоятельствам, вопреки, я не знаю, политической обстановке, вопреки отношениям и каким-то другим ситуациям у себя. Наличие там денег, здоровья, тра-та-та-та-та-та-та-та. Мы привыкли, что вот да, вот вопреки. А на самом деле это очень интересно, вопреки. Мы как бы у нас всё время экшен, у нас есть некоторое достигаторство. Но если мы хотим жить вечно, если мы идём в продолжительность жизни более длинную, то ощущение счастья должно измениться. То есть мы вот это счастье не вопреки, должны сейчас уже начинать чувствовать, а находясь в каждом моменте, независимо от того, какой этот момент, но испытывать счастье от присутствия в жизни и уметь наслаждаться от того, что я живу. Только при этих условиях у нас может действительно значительно удлиниться линия жизни, чтобы не вопреки, не через сопротивление, а чтобы тогда, когда всё хорошо, я испытывал счастье. Мы же привыкли ощущать счастье по сравнению с несчастьем. Но вот если посмотреть на то пространство, которое на нас упало и в которое мы сейчас всем, по сути дела, окунаемся, так это то внутреннее спокойствие, которое, независимо от всех обстоятельств, позволяет человеку чувствовать себя счастливым, самодостаточным и комфортно вписываться в любые пространственные ситуации. Вот этот момент, по сути дела, это как бы, ну вот открылась дверь. И вот мы входим и начинаем учиться взаимодействовать и чувствовать себя в новом пространстве. Вот примерно так это можно сказать. Добрый вечер тем, кто только сейчас присоединился. Я Татьяна Фомичева, автор проекта Кристалла Софья. И каждый понедельник мы встречаемся в звуке. Говорю это часто. Почему? Потому что имела опыт, вытаскивают записи, ставят другое имя, пускают меня, и вырезав все упоминания о чем-то. Поэтому вот периодически говорю, что я Татьяна Фомичева, чтобы как-то было людям сложнее, наверное, монтировать отрезки моего видео в какие-то свои проекты.